Печальная новость пришла на минувших выходных из Москвы. Там на 1977 году ушла из жизни Раиса Томилова. Герой соцтруда, кавалер нескольких орденов, почетный гражданин Мирвинского района. В 60-х годах она приехала в Мирный, устроившись рабочей на обогатительную фабрику и прошла путь до начальника участка доводки. Так она отдала алмазодобычи почти полвека. Одновременно требовательная и скромная, она каждый год приезжала в Алмазную столицу по приглашению на юбилейные торжества компании и города. Об удивительном человеке, которого коллеги называли «Алмазной королевой» в следующем материале. Знаменитая Раиса Томилова приехала в Мирный в 1960 году. Работала сепараторщицей на фабрике номер один. Вскоре построили третью обогатительную. Там она стала лучшим мастером смены и позже начальником цеха доводки. Работать я начинала на первой фабрике. Мы обрабатывали лох Хабардино. Там в основном было очень много ручной работы. Но мы как одержимые работали, молодые были. Звезду героя социалистического труда Раиса Томилова получила в 1981 году. Она стала единственной женщиной-алмазницей, которой было присвоено такое звание. Это было время, когда все стремились перевыполнить план. Здесь и раскрылся талант Раисы Ивановны. Она знала, как вырастить передовиков производства. Работникам, которые работали на пеносепарации и вообще на жировой сепарации, она в общем технологиях отлично знала. Подсказывала много, учила. Кто не справлялся, ругала. По своей инициативе Раиса Томилова брала руководство над слабыми сменами. Учила их работать. Результаты впечатляли. Несколько лет подряд ее коллектив ставил рекорды по объемам переработки алмазной руды. В 2006 году Раиса Ивановна ушла на заслуженный отдых, переехала в Москву. Но каждый год приезжала в алмазную столицу по приглашению на юбилеи компании и города. 2017-е не стало исключением. К тому же Раиса Томилова оказалась единственной, кто запомнил, где заложена капсула времени. Вы мне родные, и я никогда мирные не забуду. Эти слова стали одним из последних, записанных на видеокамеру. Легендарная Раиса Томилова, автор 28 рационализаторских предложений. Алмазной королевы, как называли ее коллеги, не стало 6 октября. Ей было 76. Почти полвека она отдала северу. Столько же маленькому городу на краю алмазного карьера, в чью историю Раиса Ивановна Томилова вошла навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова